Творчество и безопасность. В пятницу в 39-й школе областного центра прошел необычный урок. В рамках акции «Безопасная дорога в школу» активисту ОНФ предложили второклашкам самим смастерить светоотражатели. Почему акция направлена именно на творческую работу? Она направлена именно, что человек и ребенок, в частности, сделал своими руками тот элемент, который бы он хотел. Потому что если родители приобретают этот фликер, он в виде какого-либо смайлика, а здесь он хочет себе машинку сделать, может сделать елочку, знак безопасности, все что угодно. То есть все, что у него в фантазии и в его голове есть, он может сделать сам. Ему это будет дороже, нежели просто ему родители купят это в обычном магазине. Основа из фетра и специальный светоотражающий материал. Вот и вся нехитрая конструкция, которую в качестве брелока ребята смогут повесить на рюкзаки или куртки. Фантазию детей ничем не ограничили. Каждый сам выбирает форму будущего фликера. От звездочек и сердечек до совсем необычных. Я рисую единорочку, чтобы меня на дороге все видели. О пользе фликеров сказано уже немало, но информация, необходимая для безопасности ребенка, никогда не бывает лишней. Потому о том, как правильно переходить дорогу и почему фликер должен стать обязательным спутником, не только ребят, но и их родителей, школьникам рассказали инспекторы ГИБДД. Водитель заметит пешехода, который одет во все темное на расстоянии 30 метров. Это недостаточно и, скорее всего, произойдет наезд на пешехода. Если пешеход носит светоотражающий элемент, то он станет виден водителю на расстоянии 150 метров. И водитель уже среагирует и успеет принять необходимые меры. Фликер – маленький аксессуар, но такой важный. Во-первых, темнеет рано, и ребенок из школы возвращается уже в сумерках. А во-вторых, впереди каникулы. Ну и, конечно же, безопасность всегда в моде. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.